Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Аврора. Меня зовут Руслан Мирошниченко и по вашим многочисленным заявкам мы продолжаем тему планирования. В прошлый раз с Алексеем Леонидовичем мы обсудили, откуда появился план, что с ним было и что до смерти Сталина. План был мобилизационный, как и экономика Советского Союза. После смерти Сталина и к власти, как мы знаем, пришли известные колхозники. План был абсолютно полностью, мягко говоря, уничтожен. Алексей Леонидович, добрый день. Добрый день. Нам сегодня в помощь Елена Николаевна Ведута. Елена Николаевна, спасибо, что пришли, нашли для нас время, потому что тема действительно важная. Много кто знает, что был план, но мало кто знает, что же с ним случилось впоследствии. Итак, основная тема нашего сегодняшнего диалога будет, как должна была измениться логика планирования. Алексей Леонидович, в прошлый раз мы с вами обсудили эту тему. Давайте мы вкратко пробежимся о том, что же мы сказали для того, чтобы Елена Николаевна была в курсе наших размышлений по этому поводу. И продолжим тогда с главной темой уже. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте, товарищи, еще раз. Добрый день, Руслан. Значит, давайте мы вернемся к той передаче. Я надеюсь, что на нее можно будет дать ролик в описании. Ссылка в описании ролика. Так вот, значит, 22 года страна жила в мобилизационном режиме, и с учетом Великой Отечественной войне было действительно тяжело. Помимо того, что очень тяжело жить долго и быстро бежать, находиться в мобилизационном режиме, за этот же период сформировалась определенная группа интересов, помимо всего прочего, которые, так скажем, проводила в жизни этот мобилизационный период. Так скажем, копая эту ситуацию, я фактически уверен, что в 1928 году советский план был принят с диспропорциями, с излишними диспропорциями в сторону первого подразделения, и это было сделано целенаправленно. После того, как мы оказались страной биполярного мира, победив Великой Отечественной войне, создав ядерное оружие, тем самым фактически обезопасив себя от силового воздействия со стороны капитала, со стороны мира капитала, нам надо было переходить на более спокойный режим, чтобы просто хотя бы люди отдохнули и так далее. Значит, проблема этого перехода состоит в том, что ресурсы второго подразделения, группы Б, производства товаров народного потребления, принципиально отличаются по своей структуре от ресурсов первого подразделения. И, в частности, очень сильно в наших условиях зависит от нестабильности сельского хозяйства. Поэтому, помимо наступлений по всем фронтам, три единой задачи построения коммунистического общества, мы помним там создание человека, создание материально-технической базы и так далее, значит, было принято решение о запуске так называемого плана преобразования природы, который был рассчитан, я обращаю внимание, до 1965 года. То есть, план этот был направлен на то, чтобы сделать нашу страну через лесополосы, через различного рода ирригационные сооружения значительно более приспособлены для полного обеспечения Советского Союза, растущего населения, обращаю внимание, сильно растущего населения Советского Союза, товарами, предпродовольствием и товарами народного потребления, в частности, товарами легкой промышленности. Далее. В данном случае Советскому Союзу выпал дополнительный шанс. И именно этот шанс как раз является основным упущенным шансом Советского Союза. В 1949 году, не без нашей помощи, но своими усилиями победила революция в Китае. Китай стал коммунистическим. В 1950 году был подписан всеобъемлющий договор с Китаем о сотрудничестве, о торговом отношении, договор о дружбе и так далее. Этот договор, по моей гипотезе, Андрей Ильич Фурсов, посмотрев нашу предыдущую передачу, сформулировал очень четко, как человек системно мыслящий, то словосочетание, которое лучше всего характеризует эти взаимоотношения. Была попытка, была договоренность сделать из Китая на короткий период социалистическую полупериферию. То есть, использовать трудовые ресурсы Китая и низкую базу, как основу для дальнейшего развития методом фронтира коммунизма по всей стране, по всему миру. Значит, и косвенно подтверждает эту мою гипотезу, то, что, собственно, пятый пятилетний план был принят не в 50, в начале 51-го, как он должен был быть принят, а в конце 52-го года. Соответственно, в этом плане совершенно точно использовалось предположение, что часть производства средств производства бедного предразделения мы будем использовать для задачи заграничных, для экспорта. соответственно, и тоже обращу внимание, что этот договор тоже был рассчитан на достаточно большой период времени. Это был договор в долгую. Значит, далее. Приемники Сталина по какой-то причине, сейчас мы не будем вдаваться в подробности, хотя я предполагаю, что там было не только непонимание, но и интересы наших врагов использовались, да? Учитывались. По какой-то причине от этого плана отказались. И буквально со середины, с начала 53-го года пошел отказ от пятого пятилетнего плана. Планы переверстывались постоянно. Значит, в первую очередь это было объяснено, это было спровоцировано тем, что с первого апреля 53-го года на фоне резкого повышения в 52-м году закупанных цен с хозяйственных было проведено резкое снижение розничных цен с целью легитимизации своей власти. То есть, что мы тоже не хуже Сталина. Вот смотрите, Сталин снижал на 15%, а мы снижаем на 50 целых процентов, да? Смотрите, мы круче в 2,5 раза, чем Иосиф Виссарионович. В итоге они обделались легким испугом, и бюджет схлопнулся. Плюс к этому, значит, братство по оружию с Китаем было разрушено Корейским перемирием. И плюс к этому судоходство по Дунаю. То есть, там ряд мероприятий, которые понижали вес Советского Союза. И, соответственно, в 53-м году состоялся Октябрьский пленум, где Микоян призывал действовать по-купечески, а товарищ Хрущев призывал планировать только основные показатели, а конкретику доверить самим предприятием или местным органам. Значит, я обращу внимание буквально следующее, что нам говорят, что в Советском Союзе планировать штуки было тяжело. Но план 55-го года по количеству, по номенклатуре был снижен в три раза. То есть, количество товара, которое должно было быть планировано, централизовано, уменьшилось в три раза. Они номенклатуру сократили Ахова. Уменьшили бюджет. И, чтобы решить этот вопрос, во-первых, с 55-го года уже, они уже не снижали цены с 1 марта, с 1 апреля. Чтобы компенсировать потери товаров народного потребления, они стали увеличивать экспорт. За 54-й год, как мы с тобой в прошлый раз говорили, в полтора раза увеличился экспорт на импортные операции с Запада. Тем самым в Советском Союзе была заложена основа внешнеторговой мафии, которая постепенно Советский Союз и расшатала, и развалила. Точку, точнее запятую, но точку в данной части скажу следующий факт. Бюджет Советского Союза в начале 50-х годов примерно на две трети состоял из налога с оборота. Налог с оборота государственные предприятия не платили. Государственные предприятия вообще не платили налогов. Налог с оборота платили предприятия колхозные, кооперативные, артельные и так далее. То есть, на две трети бюджет состоял из, по большому счету, тружеников. Мы, конечно, понимаем, что человек, который работает на себя, или он может в какой-то момент стать буржуем, да? Но на начальном этапе это реально труженик. При этом две трети бюджета, но доля производства артельное и колхозное и кооперативное составляло всего 15%. То есть, сколько налогов, а сколько... Обратим внимание, что в конце Советского Союза артельного и колхозного и кооперативного у нас практически не осталось собственности, а 15% составляли доходы от внешнеторговой деятельности. И тогда говорили, мы зависим от внешнеторговой деятельности. И у нас получилось, что Советский Союз из тружеников перешел в разряд торгашей. Причем я обращу внимание, что сделал и продал свое. Я продаю клубнику, выращенную своими руками. Когда труженик продает свое, это одно дело. А когда ты работаешь, купи-продай, это совсем другая психология человека. А те труженики, которые могли бы работать в артельных предприятиях... Что там далеко ходить? Василий Александрович Мельниченко приличный срок получил за цеховую деятельность в Советском Союзе. А всего лишь навсего человек хотел жить чуть лучше и работать на себя по-другому. Не доверяя... Особенность психологии. Вот. Соответственно, грубыми мазками у нас вместо труженика за 30 после сталинских лет власть захватила группа торгашей, которая хотела полностью закрепить свою власть. И в итоге Советский Союз разрушила. А толчком к этому стало разрушение бюджета в 1953 году. И беда не в том, что они его разрушили. За что отец был сыном? Не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. Они стали идиотскими различными методами эту ситуацию пытаться исправить. И просто с этим не справились. Но логику планирования, естественно, надо было менять. Пока все. Елена Николаевна, тогда основной вопрос нашего сегодняшнего эфира. Как должна была измениться логика планирования к вам? Вот, на мой взгляд, вот когда мы восстановили экономику к 50-му году, мы не имели такой строго научно обоснованной модели, перестройки мобилизационной модели на модель уже мирного развития в интересах граждан. Мы ее не имели. И вот, видимо, до тех пор, пока мы ее не разработали, наверное, пока мы ее не разработали, наверное, нам вообще не стоило ничего менять. Сохранять мобилизационную модель. И на первое место поставить вот эту задачу. Какая должна быть новая модель развития экономики страны. И я думаю, что как раз Сталин и Берия это понимали. Почему? Вот все прошу узнать. Когда было вот это сделано обращение ЦК КПСС, призвать самых лучших организаторов производства на уровне предприятий, то есть инженеров, учиться экономике в институт экономики, такой был призыв, чтобы именно эти люди с инженерным системным мышлением смогли бы конструировать нужную модель развития экономики страны. То есть я убеждена, что мы не имели права вообще трогать действующую мобилизационную модель до тех пор, пока мы не получили бы уже модели развития экономики в мирных условиях. И получается все то, что мы делали, вот то, что рассказал Алексей Леонидович, это все метод тыка был, вот что делать, сельское хозяйство или товары народного употребления развивать. А на самом-то деле, вот вы знаете, в чем была интересная логика, когда вы рассказали про Китай? Что действительно у нас производство средств производства, оно как бы развивалось не в прямой связи с развитием производства предметов употребления. То есть у нас был дисбаланс. Типичное поведение капиталистов, когда возникает дисбаланс, все скидывать на внешнюю торговлю. Так что Америку мы не открыли. Мы стали все скидывать. И я понимаю, почему нужен был Китай. Потому что мы могли поделиться вот этими излишним количеством произведенных средств производства в обмен на необходимые нам товары народного употребления. То есть как бы мы могли скооперироваться с Китаем в этом поезде новой модели социализма. Но, как видите, сработали те, кто посчитал более выгодным скидывать все наши дисбалансы туда, на Запад. А Запад скидывал их нам. И он имел гораздо лучше опыт в торговле. Поэтому, что касается торговли, он, конечно, нас победил. Купи-продай, у них опыт огромный. Так что беда наша, что мы вовремя не создали нужную модель развития экономики. Как вы считаете, на сегодняшний день сложнее будет встраивать планирование, чем тогда в 50-х продолжать и поиск нового? Знаете, почему? Потому что уже за эти годы, во-первых, у нас большой эксперимент был. Было время на осознание наших ошибок. Время появилась кибернетика небезызвестная, которая заставляет понимать управление. Я не просто вот сижу наверху и командно-административно леплю свои указы. А экономика их не слышит. И плодим кучу документов. Извините. Вот эти все документы никакого отношения не имеют к развитию экономики. Поэтому она уперто продолжает свой путь вниз. Это касается не только нашей страны. Европейский Союз – это типичная бюрократическая система. Почему? Кстати, одна из причин Великобритания выбегала из него. Брэкзит ненавидят. Они европейских чиновников. Это тот же Соединенные Штаты. Вот взяли, решили, давайте-ка цены на нефть, мы договоримся с Китаем, сделаем низкими, чтобы опять-таки поддать Россию. Что это такое? Вы же кричали, у нас рынок свободный, все сам по себе этот рынок. Фактически командно-административная, тупая система, в которой ввели эти санкции. Санкции бьют по всем странам мира. Они не способны выйти из кризиса мирным путем. Они не понимают, как планировать развитие экономики. Это опасные люди. Их надо вообще выкинуть с глобального управления. И передать России это право, потому что у нас все-таки был опыт планирования. И за эти годы мы смогли найти ту самую необходимую модель, как систему алгоритмов, работы с исходной информацией, чтобы действительно разрабатывать именно необходимую для нас производство на логистическую вот эту сеть, которая прямо работает на рост качества жизни граждан. Этого на Западе нет. И поэтому, когда они начинают чисто вот эти грати, вы обратите внимание, насколько у них деградировала элита. Это просто смешно смотреть. Вот любое совещание, с чего они начинают, давайте разденемся, давайте оденем. Это говорит о полной деградации западной элиты. Отсюда их такое, я считаю, бешенство, что они не знают, что сегодня делать с экономикой. И все понимают, что упадет таким грозовым дождем на всех. Но в данном случае страна наша имеет большие преимущества, потому что мы единственные, кто работали с обратной связью, чисто кибернетически. Мы имели обратную связь от предприятий, когда мы планировали экономику. И единственное, у нас не было еще обратной связи от конечных потребителей, в частности от потребительского рынка она была отключена. А сейчас пришло время включить все эти обратные связи, еще есть цифровые возможности, еще есть алгоритмы по работе с этой информацией, чтобы нам действительно выстраивать, как мы говорим, нужную производственную лестническую сеть, прямо работающую на рост выпуска нужных нам конечных продуктов. Сегодня это возможно сделать, и я уверена, что мы пойдем этой дорогой, чем они больше будут командно-административно демонстрировать свою тупость, потому что я не могу даже слушать все, что они не делают, рекомендации, вот у меня сегодня вот эти санкции, вот я когда-то раздумываю, ну надо же, ничего в голове нет, как же самим выйти из глобального кризиса, начинают играть в бандитские игры, давайте мы им обрежем вот это, вот это, вот это, пусть Россия там кувыркается в этих санкциях. Спасибо, выйдет Россия благодаря вашим санкциям, потому что в России мозги есть, чем хуже, тем лучше у России, и пойдет как локомотив дальше развивать наш этот мир несчастный, во главе которого сидят вот сегодняшние олигархи, мировые, финансовые, с одной извилины в голове по поводу экономики. Как гадость сделать, они тут молодцы, а вот как управлять развитием, у них нет представлений. И от нашей стороны, конечно, много зависело тогда, чтобы мы держали, к сожалению, нашу страну в мобилизационном режиме до тех пор, пока не будет разработана новая модель, и тем более, кибернетика подошла, появились уже и идеи новые, что управление сложной системой предполагает обязательно выполнение определенных принципов, в частности, обратная связь, конкретность изучаемого объекта, управление всегда конкретно, вот экономику управляешь, значит, ты должен знать, по каким законам она функционирует, ни какой-то математик, ни какой-то технарик, эконометрик, все, что, никакие там чиновники с их документами, криками, призывами к инновациям, модернизациям, к импортозамещению, любые призывы, сколько бы они ни кричали, документы ни креяли, бесполезно, если вы не знаете экономику, вы не сможете создать ту самую модель управления этой экономикой, не знаешь законы физики, ты не создашь машину управления космическим кораблем, чтобы он преодолел земное притяжение, то есть тут же наткнулось все на знания, и в этом отношении очень жаль, что мы поспешили действовать, именно заигрывая с населением, а на самом-то деле обрекая страну на тот печальный конец, в котором мы сегодня живем, но, опять-таки, вот этот конец, это начало уже нашего будущего поступательного движения вперед, так что я смотрю на все с оптимизмом. Будем на это надеяться. Да, но куда там деваться, надо делать все для этого. Ну, ведь в 50-е годы руководство Советского Союза так и не смогло найти баланс между, пыталось все время это сделать, между централизованным планированием сверху и творческой энергией масс снизу. То есть, регулярно обсуждались проблемы, сколько передать на места, сколько оставить наверху. И тут еще очень важный вопрос, что так и не был решен вопрос о том, какой интегративный показатель определяет качество работ. Я вот обращу внимание очень важную цитату пленум 55-го года, пленум ЦК марта 1955-го года. Отправное начало планирования в сельском хозяйстве называлось пленум об изменении практики планирования в сельском хозяйстве. Тема. Отправное начало это объем товарной продукции. А что было до этого? Ведь до этого собственно те, если я правильно понимаю, те основные культуры, которые колхоз, сельское хозяйственное предприятие должны были сдавать государству, не выражался в тоннах, в центнерах и так далее. Но это же не было товаром. Как вот то есть это же был бартер по сути дела. МТС как средство производства в руках государства предоставляет свою работу колхозу. Колхоз отчитывался по урожаю на корню. Не по сданному, не засыпанному на элеватор и так далее. А дальше все это переходило уже МТС собирало. опять предоставляли средства производства. И только после этого на разницу шел денежный расчет. А до этого это было все трудодни, киловатты и так далее. Киловатт, килограммы, тонны и так далее. Вот какая логика планирования была, мне до сих пор в общем-то непонятно. То есть каким образом перейти на соотношение товарного и нетоварного производства я этот ответ я думаю на тот период найден не был. Ну опять-таки почему-то мы считали что колхозная форма собственности это как бы отдельная от нашей государственной. Хотя на самом-то деле мы могли рассматривать это я не говорю про артели не говорю о том что надо было развивать сферу вот именно кооперативов но в принципе колхоз также имел такие же задания также отчитывался по сути мы им управляли развитием колхозов и на мой взгляд не нужно было искусственно создавать видимость что колхозы это что-то отдельное частное и там товарные отношения там надо было как мы кстати делали мы планировали развитие мы планировали сколько продуктов натурального выражения по каждому виду вот сахар значит столько-то надо произвести на год там зерна столько-то картошки столько-то целый ассортимент планировали потому что мы не только едим товарную продукцию в целом сельского хозяйства нас интересовала структура определенная структура соответственно с нашими потребностями я не вижу вот той самой необходимости которую мы создали искусственной что якобы колхозники у нас отдельно были от государства отдельно да были артери вот я знаю у меня бабушка я сейчас вспоминаю она была частый стоматолог у нас дома стояла машина приходили люди в Харькове и лечили у нее зубы я это помню и даже вот так вот сейчас удивительно вот как это так в квартире была закона основ больницы стоматологической считаете да вырывали зубы она вырывала сидела там я сочувствовала этим людям в квартире потом все пропало когда мы уже из Харькова уехали уже не было отдельного кабинета у бабушки то есть малый бизнес его только приветствовать надо он помогает ближе к людям а колхозы они фактически это была надуманная и вся политэкономия была надуманная что якобы колхозы и государственный сектор имели товарные отношения то все было не так сама теория противоречила практике когда к власти приходит колхозник то очевидно что какие-то его любимые в экономике слои будут тоже жить немножко лучше или по-иному хотя бы Елена Николаевна к вам такой вопрос сегодня с чего бы вы начали внедрять план план но первым первым делом до того как внедрять новый экономический механизм его надо до конца как говорится разработать и в том числе даже с юристами соответствующие правовые документы и мы прекрасно понимаем что в разработке плана участвуют не только макроэкономист-специалист но и специалисты всех отраслей экономики потому что везде есть своя специфика везде есть свои проблемы допустим управления запасами резервами это тоже закладывается в план и вот вначале готовый программный продукт продумывание вот вот эти показатели как мы говорим исходная информация какая нужна сейчас кричат бигдата и суют туда все подряд то есть тот же хаос в котором в голове присутствует в бигдате и дальше они начинают говорить вот машина придумывает какую-то нам кривую прогнозирование экономики неинтересны ваши прогнозы ей надо управлять а чтобы управлять надо знать прежде всего экономику никакая бигдата никакие наши цифровики вот эти модные крики никакие наши вот этот поток документов к экономике не имеют никакого отношения поэтому прежде всего создается программный продукт управления экономикой совместно с профессионалами понимается какая информация по каждому номинованию сохранения каждого номинования продукции эта информация будет агрегироваться поступать наверх и точно так же как она должна дезагрегироваться когда мы просчеты сделали по траектории движения того где мы есть туда куда бы нам хотелось диктует нам куда двигаться это структура конечного продукта свой конечный продукт заказывает оборона свой заказывает потребительский рынок свой заказывает экспортер есть макроэкономические пропорции которые общий пирог делят между всеми вот этими конечными потребителями с учетом соблюдения этих макропропорций заказов конечных потребителей просчитываются ресурсы когда кричат есть у нас ограничения по ресурсам только один рабочее время все остальные ресурсы просчитываются для производства этого конечного продукта Требуется столько-то ресурсов Для того, чтобы эти ресурсы были материальные Их надо произвести, считается дальше Натыкаемся на узкое место Мощности не хватает Надо расширить Как расширить производство Опять нужен продукт, позволяющий их расширить А не так, что деньги я вам дал Инвестиции бумажки нарисовал И вот вам мощности появились Дополнительные станки, дополнительное сырье Это Маркс во втором томе Соотношение, где он показывает Первого и второго подразделения Очень подробно исследуют Как добиться баланса И действительно, когда ты не можешь добиться баланса Ты скидываешь все это на внешнюю торговлю Потому что ты В своей стране не можешь купить Нужные средства производства Или продать предметы потребления Так что все это Надо уметь считать Вот когда стали кричать Рынок Кто кричит рынок? У тех, у кого одна извилина в голове Они не умеют считать Не любят обосновывать Рынок сам по себе все решит Как страусы сидим И пусть рынок решает А как он решает на этом рынке? Господство Транснациональной олигархи Вот они и решают Быть тебе Россией предатком Теперь тебе санкции Теперь тебе то, то, то А все это шло под криком рынка Технологически тебя уничтожили Ты стала у нас зависимой страной Теперь мы тебе сделаем этими санкциями Различные дырки в твоих технологических цепочках И попробуй теперь выкрутиться Они нам очень сильно руки завязали Но, как говорится, опять-таки Тут на помощь идет план Чем быстрее мы осознаем Импортозамещение только через планирование Экономить невозможно Больше, ну никак Лена Николаевна, планирование необходимо вводить Сразу во всей стране Или можно взять, допустим, один регион? Нет, только страну Нет смысла Потому что нас интересует Знаете, вот эффект самый сильный От координации Совместных усилий вот этих отраслей Ведь Маршин не изучал просто один регион Он говорил, есть закон стоимости Стихийный регулятор А мы хотим сделать сознательный регулятор Который имитирует действие закона стоимости Не позволяет стихии разгуляться Еще лучше было бы Глобальное управление экономикой Сразу организовать Но хотя бы страной Потому что у нас страна имеет все виды ресурсов И мы совершенно спокойно справимся с этой задачей А они будут к нам потом подсоединяться К серверу, если мы разрешим им Но здесь ведь очень важный момент С учетом переходного процесса Это, так скажем Тот инструмент, который называется Финансовая система Глобальная И глобальная И своя собственная Она должна быть независимая Ведь вы поймите Что даже самый прекрасный инструмент Вот, если меня правильно учили Самая лучшая инструментальная сталь Для инструмента Это хромванадиевая То есть Ну, эту хромванадиевую гаичный ключ Можно гайки отвинчивать А можно в рабочий механизм Кинуть его И он хорошо если заклинит А может вообще все к чертям собачьим разнести Поэтому у нас ведь получилось Каким образом Что в целом на здравую экономику Вот этот ключ Этот инструмент Хромванадиевый Бюджет Они схлопнули И получилась ситуация А я думаю, что потому Что они Не только Может в темную На самом деле Может им кто-то это подсказал А в темную Получилось как Они рубль Что рубль инвестиционного контура Что рубль товарного контура Поскольку он назывался одинаково Они его и восприлили У нас же проблема Началась В том, что Из инвестиционного контура Которые просто были деньги Это учет Единица учета Они стали перетекать В товарный контур А товаров Нужного количества не хватало Приходилось все время докупать 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 И даже это известно Кто сказал Косыгин, по-моему Брежневу Когда С Мазлорского нефти Ну теперь нам на 50 лет хватит А получилось следующее Что поскольку Они не понимали Этих проблем Они начали через финансовую систему Разваливать Страну А план не справлялся Потому что Не было Достаточно Уровня плановиков Которые могли бы Все это делать Не было модели Не было модели Вот самое плохое Та модель Которая сложилась С ориентацией на ВПК Она так и осталась Потому что Но опять Вот как сегодня Многие кричат Точки роста Точки роста Прорывные Вызов Вот эти слова Меня вот слово Прорыв Вызов Экономика не любит Этих слов Потому что Экономика требует Баланса Пропорционального развития Какой там Вызов Какие точки роста Только одна точка роста Рост реальных доходов Граждан И под него Под этот рост И плюс укрепление Национальной безопасности Именно под эти задачи И просчитываются Все Производственные взаимосвязи Никаких Прорывных точек роста Быть не может Только один Мы становимся С каждым днем Живем Все лучше и лучше А там вот эти Крики Точки роста Такое ощущение Что сидят И лоббируют Даже смешно звучит Это Знаете откуда Из 16 века Крики Там же тоже были Точки роста Промышленность Сельское хозяйство Горигаром Тоже точки роста Управление идет На уровне 16 века Сегодня 21 век Я Обращу внимание Я прошу прощения Прям цитату Возьму Из Статьи Система показателей Народно-хозяйственного плана На 55 год А про точки роста Система показателей Принята Для плана На 55 год Исходит из того Что в народно-хозяйственном плане Должны устанавливаться Решающие Принципиальные задачи Вот они Точки роста Да То есть Забыт Принцип Пропорциональности Сбалансированности Развития Все Лена Николаевна Вопрос Как раз Меня натолкнул Алексей Лениневич По поводу Денежно-кредитной системы В случае Если государство Не контролирует Денежно-кредитную Систему полностью Можно ли внедрять При этой ситуации Вот смотрите В принципе Вот когда мы строим план Это Мы говорим В категориях Выпуск Затраты Доходы Расходы За период Деньги Здесь всего лишь Некая учетная единица Нас вообще Денежно-кредитная политика В данном случае Не волнует Но В принципе Когда мы Говорим О Как вот вы говорите Деньги в первого Комптура в второго Деньги Обслуживающие Потребительский рынок Они имеют Свою скорость Движения И Зная Сколько у нас Товаров поступает На потребительский рынок Среднюю скорость Движения Мы легко Можем посчитать Сколько должно быть Тех денег Которые Которые обслуживают Потребительский рынок А с другой стороны Что касается Производителей Там вообще Деньги не нужно Если правильно Посчитать все цены То исчезают Кредиторы Дебиторы И Все Деньги Опять же Только учет То есть вообще Деньги Это Ими больны Только денежные Фетишисты Поэтому они Как правило Кричат О центральном банке Взять центральный банк Наши руки У меня когда-то Была интересная встреча Помните Такой был Итальянский Такой наш Как бы Наш взгляд Джулетта Кьеза Кьеза Недавно умер Да Да И он мне говорил По поводу Межсоу баланса Ну вот Все это хорошо Вы хотите Вы понимаете Глобальная финансовая система Вы не справитесь Она меня не волнует Я говорю О производстве В масштабах Нашей страны О затратах В нашей стране Выпуск затраты А то что там крутится Фиктивный капитал Это другая игра Это не моя игра Меня вообще не волнует Ну покупка акций Продажа акций Ну никакого отношения Не имеет к производству Реального продукта Облигации там Государство выпускает Ну да Это значит Будет определенная статья В бюджете По выплатам процентов По облигациям Но в принципе Опять-таки Как крутятся потом Эти облигации Меня не волнует Как они дивиденды выплачивают Меня опять-таки не волнует Меня только волнует Я должна понимать Что эти дивиденды Будут использоваться На нашем рынке Или будут использоваться На чужом рынке И все это легко Можно учесть и посмотреть А вот кубка продажа акций Например Даже в системе Надсчетов По западному варианту Показывается таким образом Что в сумме ноль Потому что Это смена Титула собственника Ничего не произведено Взяли бумажки От одного Передали другому Ну и что случилось Да ничего Ставится Ты купил плюс Тут же по другой строке Ставится минус Чтобы в сумме ноль Это все учитывается легко Нет проблем А контроль за энергетическими ресурсами Ну я имею ввиду контроль На ценообразование Опять-таки Цены Все считаются Мы когда считаем выпуск Мы считаем затраты Значит мы считаем цены И цены считаются По отношению К данной экономике За данный период И посчитать их На основании того Семешного баланса Легко Мы их тоже считаем Мы считаем Одновременно И выпуск затраты Так что Это все считается Тут не должно быть Что мы решили И назначили Такую цену Нет Мы заполнили таблицу Где все наши показатели Все связи показаны И по отношению К этой таблице Мы считаем Наши затраты И мы знаем Прекрасно Что цены Должны выражать Я говорю про цены В отношениях Между производителями Достоверно выражать Все затраты Их реальные затраты Если мы получили По таблице У кого-то выпуск Больше чем затраты А соответственно У другого будет наоборот Потому что сумма Прибыль равна нулю Тогда это говорит о том Что у нас искаженная Картина цен Потому что Каждый продукт Ровно стоит столько Сколько на него затратили И просчитать Новую систему оценок Чтобы привести в равновесие Нет никаких проблем Это первое Надо делать с исходной информацией Чтобы не было перекосов В ценообразовании А вот уже потребительский рынок Это другие цены Это люди голосуют Спрос равен предложению Они оценивают Вот этот продукт Произвели В достаточном количестве Для их удовлетворения По требностям По сравнению с другим продуктом Там где много Там цена падает Там где недостаточно Ниже И соответственно Структура предложения Производителей Должна меняться С учетом изучения Того что хотят люди Это единственный способ Которым люди могут Выработать свои предпочтения Цена равновесия Спрос равен предложению Которая была отключена Как обратная связь В советское время То есть мы имели Обратную связь От производителей Но отключили Обратную связь От потребителей А сейчас вообще Все отключено Только кричат Эти точки роста Чисто командно-административно Их пихают Документы клеют А при этом Так хвастаются Еще принят документ Еще один закон Еще 56 тысяч документов У нас Крутится Вертится И анализируются Создаются команды По анализу Где там Не соответствуют Эти документы То есть сама Чиновничная система Создает проблему Создает тех Которые сидят В этой проблеме Они еще одну проблему И размножается Количество чиновников Вместо того Чтобы управлять Реальным объектом Экономикой На это не способны Это разводка Еще из 90-х годов Создай проблему Предложи ее решение И на этом заработай А проблема же в том Что очень много людей Освободилось Из производственного сферы Их же надо чем-то занять Да Перекладывание бумажек Чемпион по перекладыванию бумажек Да Фактически При сложившейся в России Это на всех странах мира Так делается Придумай проблему И все работают Сложившейся в России Ситуацией Можно Что называется Не рубить с плеча А уже Вводить план Сейчас Дайте новое Взять Новый инструмент Новый экономический механизм Предложить руководству Для того Чтобы они Фактически Этот новый инструмент Ну Значительно повысит Эффективность Их управничеств Решения Они будут видеть Что происходит Как это согласовать Чтобы это действительно сделать А сейчас Они без этого Они У них нет Инструмента Управления экономикой Как вы думаете Почему они до сих пор Не воспользовались Таким решением Ну Потому что Какое-то у нас Есть презрение К науке Считается Что те Кто занимались наукой Это люди Второго сорта А они Поскольку По карьерной лестнице Двинулись вперед И много зарабатывают Значит Они гораздо умнее Вот это и есть беда Хотя На самом-то деле Наука Выше всех Наука Стоит над всеми Она Ну Она изучает Проблему сверху Любой чиновничьей системы Чиновники не понимают Что они Сидят в той системе А над ними Стоит наука Которая изучает И понимает Почему у них Такое поведение И как нужно Изменить систему Чтобы у них Стало другое поведение До них это Не совсем доходит Наука Всегда была И будет выше всех Вот это хороший момент Поскольку Знаете Я читаю Всякие экономические Докторские Диссертации По экономике Это очень интересно Поскольку ряд из них Противоречат Сами себе Это во-первых Во-вторых Естественно После развала Советского Союза Все они Хотят обосновать Насколько хорошо Сейчас живется И вот Алексей Ленин Мне показывал книгу Брошюра даже Не книга Как раз после того Как закрыли вопрос С планом Начали объяснять Хрущевские решения И реформы Насколько это великолепно И насколько это лучше Чем прошлый план Вот вопрос Как раз К таким экономистам То есть Получается В итоге Все равно Что нам нужно Волевое решение Сверху Чтобы внедрить Все самое лучшее Для нашей страны Ну наверное Так и произойдет Потому что ситуация Будет ухудшаться В экономике Резко И я уверена Не захочет Проигрывать В игре Проигрывать Все не в сознание И постичь Необходимость Если они Если они Сядут Страну спасают Я Закон Создание Длинным процессом Если пустить Там где-то Где-то Среднего А где-то Выше Среднего Они Жмут Они Легко Соображают Так что У нас На самом деле Люди Самые Умные В случае Зрения Экономики Потому что У тех же Штатов Нормального Планирования Обратной связи Не было никогда Вот они Разгромщики Вот они Они и есть Командно-административная Система Циничная Которая просто Заглатывает Всех капитал И все прибыли Именно Командно-административно Поэтому Глобальная Система управления Должна К сожалению Или к радости Умереть Но это Умирание Происходит Через Их желание Опять-таки Организовать Что-то страшное Глобальную войну Вот Ну а мы Покажем путь Через Опять-таки Заменитую Кибернетику Выхода Из этого Глобального Кризиса Мирным путем И вот Людей Понимающих Это В нашей стране Очень много Но что интересно Начинают понимать Люди И с той стороны Поэтому Я вам говорила Вот этот Университет УМЭ Швеция Ко мне Пристал Вот расскажите Сколько там Итераций Делал Газплан И почему столько И как сделать Иначе Они Ищут выход Понимают Что только Одну Альтернативу Тому Что происходит Разрабатывал Советский Союз Но он не успел Вовремя С новой моделью Хотя Сейчас она У нас есть Эта модель Система алгоритмов Есть Будем надеяться Что рано или поздно Бюрократия Додумается Воспользоваться Этой моделью Ну или придет Та бюрократия Которая додумается Придут Придут Что ж Спасибо большое Мы сегодня Говорили о плане Что с ним случилось И что можно сделать С ним сегодня В студии для вас Работал Руслан Мершниченко Моими собеседниками Были Елена Николаевна Ведута И Алексей Леничновицкий Спасибо вам большое Товарищи Всего доброго Пока Всего доброго Будьте бдительны Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok